Возможно, и ход, и бой слышал сам Александр Пушкин. А чтобы часы эпохи великого поэта вновь заговорили, за дело принялся другой Александр Вородов из Березняков. Несколько десятилетий он занимается ремонтом механизмов, отсчитывающих время. Так его в руки попал этот уникальный экземпляр. Чтобы убрать грязь сяков, Александр Павлович разобрал часы на мельчайшие детали, замочил их в мыльной воде, чтобы размякли, прочистил механизмы зубной щеткой. В борьбу с твердыми частицами пошла металлическая и бензин. Несколько раз молитву читал. И свечкой крестил каждую сторону, чтобы убирать негатив. Это все руками грел. Холод шел жуткий. А у меня руки-то ощущают это все. Но сейчас у них это руками в строках, они уже намного теплее стали. Такого сильного холода не было уже. То есть у часов есть душа? Есть, есть. У всех душа есть. Что человеком сделано, у всех душа. Часы оттаяли и потихоньку доверились мастеру. Александр разгадал тайну боя. Дело было в гирях, которые пришлось заменить на более легкие. А потом часовщик приступил еще к одной загадке – встроенному к календарю. Над календарем тоже мудрил, мудрил, мудрил. Думал, думал. Потом эскиз нарисовал. Там чертеж. Все. И размеры прикинул. Вот где-то. Вот из такой маленькой сделал треугольничек такой. И припаял. И календарь стал работать. А он перепрыгивал через день. А надо было, чтобы он каждый день шел. Мы стараемся рассмотреть маленькую деталь и замечаем на корпусе надписи. Пытаемся увидеть дату их происхождения. Крутим часы на свету, берем лупу. Под определенным углом появляется дата – 1832. А вот эти буквы могут раскрыть тайну их создателя. То ли эр, то ли ю – непонятно. Александр предлагает узнать историю часов у их сегодняшних хозяев. Пока ждем встречу, штудируем интернет. Изучая, какие часы изготавливали 200 лет назад, находим похожие на наши. Имя мастера – Иоанн Генрих Мозер. Родился в 1805 году в Швейцарии. Азы мастерства познавал в семье. Его отец и дед были признанными мастерами. Позже обучался в городке Ле-Локль, который славился самыми известными часовщиками. В 1826 году Генрих уже был успешным коммерсантом. И в 1827-м перспектива выгодных сделок привела его в Санкт-Петербург. Здесь он основал коммерческое предприятие. Так и родилась всемирно известная марка. В России выпускались циферблаты и корпусы с клеймом «Гемозер» и «Ко». Ее мы и видим на наших часах. Остается вопрос, как они попали на нашу землю. Сегодняшним владельцам в семье Кониных 20 лет назад их подарили родители. Раритетный экземпляр они обнаружили в доме в Усолье. Дом принадлежал военному человеку и у него был определенный чин, сейчас не совру, чтобы не быть голословной. Семья вывозила после Великой Отечественной войны какие-то раритеты, какие-то вещи. Но это было очень часто распространено в то время. И мебель в этом доме была своеобразная, красивая, старинная, деревянная. То есть вы думаете эти часы привезли у нас из-за границы? Да. Нам так говорили родители, потому что им так говорили бывшие хозяева, что они немецкие, австрийские. Возможно, эти часы отсчитывали минуты в немецком особняке. Ну или под их бой вел беседы Пушкин в Петербурге. А вы готовы услышать звуки, прошедшие сквозь века. Старинные часы заняли свое место в семье Кониных. Но это не единственный раритет, который поселился в их доме. И, возможно, когда-нибудь и другие вещи с историей расскажут нам свои секреты. Ведь они тоже могут говорить сквозь десятилетия. Анастасия Асаблина, Никита Игнатьев. Наши новости.